На сегодняшний день, как говорится, та ситуация, которая складывается со санитарным контролем, я как понимаю, не устраивает уже никого. Как не устраивает, собственно говоря, государственные структуры, так и не устраивает сам бизнес. И поэтому, в общем-то, вопрос уже о том, что нужно совершенствовать нормативно-правовое регулирование в этой сфере, уже назрел давно. И, как говорится, сегодня уже много обсуждали, но в основу все-таки был взят закон о карантине растений, хотя многие сегодня еще раз подтверждали о том, что нужно закон о защите растений разрабатывать параллельно, который более, так скажем, на широком глобальном смысле. Что касается самого главного закона о карантине растений, как мы сегодня поняли, бизнес недоволен именно непрозрачностью. Непрозрачностью и непонятными, скажем, теми функциями, которые на сегодняшний день якобы заложены в стародействующей редакции. Говорят, что если фумигацию отдать на частный рынок, то и могут воспользоваться недобросовестные компании с точки зрения, а, ну просто в частности в экономии, так скажем, средств просто перестанут обеззараживать продукцию, которая к нам приходит из рубежа. Об этом может быть, так скажем, вот это ядовитое вещество может быть просто выброшено на рынок, но, как говорится, уже, как говорится, в дальнейшей, как вы знаете, в целях использоваться уже, так скажем, нетрадиционной деятельности. Это самое главное. Второе, что, как говорится, аккредитованные лаборатории, те аккредитованные лаборатории, которые сегодня существуют при Росорганадзоре, они несут ответственность за выданную бумажку. А, как говорится, противники говорят о том, что, если, как говорится, та, тот, а единый аккредитованный лабораторий будет выдавать бумагу, а нести будет ответственность, как бы, национальный орган, на который у нас ведет Росорганадзор, то это якобы некорректно. То есть вот эти вот основные моменты. Ну и, конечно же, говорят, что при таможении таможенник не может иметь бы семь пядей во лбу и не может, как говорится, сразу, так скажем, но при открытии грузов увидеть, как говорится, заражен или не заражен этот продукт. И для этого нужен, как бы, соответствующий специалист. Закон должен быть надежным с точки зрения защиты общества, быть понятным и прозрачным с точки зрения бизнеса и должен быть адекватным с точки зрения репутации нашей страны. Потому что мы понимаем, что у нас еще есть обязательства, международные обязательства перед другими странами, странами, которые, как вы поняли, тоже очень, как говорится, играют большую роль и с точки зрения репутации нашей страны, И с точки зрения потенциального экспорта. Мы усадили на одну площадку фактически, как говорится, разных оппонентов. И, в общем-то, сегодня диалог пошел. И я знаю, даже более того, после нашего слушания наших уже министерства и ведомства договорились о конструктивной работе уже в недрах своих министерств и ведомств на одной какой-то площадке. И я считаю, еще раз подчеркиваю, я не за комформистное решение, я за конструктивное решение, чтобы, как говорится, мы с вами, все местные жители могли спать спокойно, а карантинные службы выполняли свою функцию. Но при этом, еще как у нас все время говорили, не кошмарили тот, как говорится, добропорядочный бизнес, который у нас есть.